Всем привет! Это Алексей Викторович Прокофьев. Вы у меня на канале. Сегодня я записываю прогноз на поединке нашего дела, которые 20 апреля пойдут в прямом эфире. Будет несколько интересных противостояний, которые я сейчас дам прогноз и разберу. Небольшой разбор сделаю. Сделаю его быстро и лаконично. Вам долго видео не смотреть. Оно не казалось таким нудным. На этом турнире, который я и хочу рассмотреть бои, там еще будут другие бои. Павел Носов встречается с Назиром Кишуковым по прозвищу волейболист. Никита Солни встречается с Максом Топором. Павел Носов против Назира Кишукова по прозвищу волейболист. Несколько лет тому назад на платформе Кулак, на открытом турнире, который проходил на одном из водоемов в городе Санкт-Петербурге, Паша Носов побеждал уже волейболиста, но тот бой проходил по правилам ММА. И сейчас бой будет проходить по правилам бокса и перчатках, в котором, на мой взгляд, волейболист будет больше открывается для меня фаворитом. Почему? Потому что у него есть кикбоксерское прошлое. У него повыше, у него длиннее руки, ноги. Он, мне кажется, сможет дистанцию использовать. Всем известно, что Паша Носов, он такой больше любитель партера, любитель загнать своего соперника в длинные воды, чтобы он устал. И уже там в третьих раундах, в длинных раундах попытаться либо добить, либо какой-то болевой сделать. По очкам единогласным решением судей все же победу одержал боец из красного угла Павел Носов. Здесь правило бокса. В портер уйти невозможно. Соответственно, будет только ударная дисциплина. Здесь для меня волейболист фаворит, где-то процентов 60 на 40. Почему? Потому что он более длинный. Мне кажется, если он будет использовать хороший тайминг. Паша очень много, особенно в начале раунда, очень много любит принимать себя в голову. В этой дисциплине такого делать нельзя. Почему? Потому что раунды очень короткие. Бывают там по 2 минуты, по 3 минуты раунда. Тут, скорее всего, будет 3 раунда, по 3 минуты. Потому что правила постоянно меняются. Непонятно, кто как дерется. Но такая вот, знаете, атмосфера поп-мэй, она, к сожалению, такая. Очередной раз я скажу, что имею просто дело с грязью, понимаешь? Потому что ты грязный боец. Я? Да. И это по факту могу сказать. Третий раунд, я тебе тяну руку, ты мне пробиваешь просто. Обозначаешь то, что ты мне тянешь руку, сам не пробиваешь. Потом тебя захейтили все. Ты там, ой, там, я не понял, я не разобрался. Ты сейчас готов за свои слова ответственности? Конечно. А что, я тебе больше скажу, пруфу могу предоставить, который ты не сможешь ничего сказать. А вот там грязный бот. Особо не дергайся вообще. А вот грязный бот. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда, иди. Я думаю, что вполне может быть весь бой пройдет дистанцию всю и пойдут они. Но для меня открывается фаворитом Назир Кишуков в процентном соотношении где-то 60 на 40. Следующий бой, который также пройдет по правилам бокса ума и перчатков от Никита Салонин против Макса Топора. Напомню, что они также уже встречались. Это будет реванш. Поехали. Итак, смотрим. Вот, пожалуйста, старт. Более чем привычный. Боковым цепляет сразу Макс. В первом поединке Никита по правилам голых кулаков на хардкоре победил Макса Топора. Где нагласным решением судей побеждает боец красного угла Никита Салонин. Мне кажется, что в этом поединке всю дистанцию не пройдет. Почему? Потому что Макс очень быстро начинает. А Никите надо сейчас реабилитироваться после нескольких поражений, которые у него были. Не самые яркие в последнее время выступления. Но надеюсь, уверен в Никиту, что он сможет навязать свою борьбу. Макс пойдет вперед. Быстро устанет. И на этом Никита сможет развить свой класс. И скорее всего досрочная будет победа Никиты Салонина. Но если не досрочно, то также 60 на 40 в пользу Никиты. И главный бой, который пройдет на турнире наше дело. Напомню, что трансляция будет на платформе Винлайн. Если у кого нету Винлайна, если будет ссылочка на мой Телеграм-канал, там будет ссылка на трансляцию. Подписывайтесь, переходите, ставьте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Бой! Главный, который пройдет в этого турнира, это Артем Тарасов против Зелимхана Дукаева. По правилам ММА с 30-секундным партером. Три раунда по три минуты. Я думаю, что как бы то ни было, даже если с 30-секундным партером, борьба здесь решает. Почему? Потому что никто, наверное, не будет спорить, что у Артема все-таки борцовская подготовка лучше, чем у пулеметчика. Если пулеметчик ничего не попадет, я на это очень сильно надеюсь, потому что я сам буду в углу у Артема. Мы подготовили проходить, проваливать его и контролировать внизу в партере добивание или болевой, или удушающий делать. Гранд компаунд за решать, и кажется, борьба за решает. В процентном соотношении также 60 на 40. Я верю в победу Артема Тарасова, но мне не надо верить в его победу, потому что я все-таки в углу буду. Если это, ну, как бы очень было бы странно, да, если я был бы в углу и не верил бы в его победу. Их конфликт зародился много лет назад, но пришло время все раздавить на места и узнать, кто из них по праву лучше. Артем Тарасов! Селевха! Пулеметчик Дугаев! 20 апреля на нашем деле в прямом эфире. Я думаю, что Артем сможет использовать борьбу, именно сможет использовать хорошие проходы и контроль. Да, 30 секундный контроль, это вполне достаточно, да, там, два, три, четыре там раза за раунд переводить человека, контролировать, и все, раунд закончился, уже трехминутные раунды всего. Мне казались, Тема и твои друзья все зажравшимися, какими-то, знаешь, такими мажорами, такими охеревшими, а пацаны казались парнями из народа. Я прям за них топил, болел, и мне хотелось очень, чтобы народные чемпионы со стрелки дали по морде пацанам из Питера, тарасовцам, короче. А сейчас у тебя какие, какие? Сейчас, честно, болелка же за Тема. А сейчас вы все зажравшиеся. Сейчас за Тема, блин. Да, сейчас. Переобулся, получается. Да нет, за Тема болею, конечно. Интересно ваше мнение, вот такой вот быстрый-быстрый прогноз сделал. Почему? Потому что, чтобы там, ну, ну, дню какую-то не разводить. Я думаю, что такой формат, может быть, вам будет более интересен. Пишите в комментариях свои прогнозы. Лучший прогноз, который будет в комментариях, получит у меня 500 рублей. И еще персонально, все, кто у меня самый точный прогноз, пришлют мне в Директ, где будет ссылка в описании на мой Инстаграм, получат 1000 рублей от меня на, на свой телефон, либо на карточку. Все. Спасибо за просмотр. Дерзайте. Пишите, насколько вам интересны эти поединки, как видеть их исходы. И всех до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!